друзья всем привет добро пожаловать на канал гарри талисман тв и сегодня у нас такие новости актриса марина фидунки вышла замуж за молоденького итальянца сын валерий арсений шульгин вляпался в грандиозный скандал с аферами в крыму медиков поймали на подделке сертификатов о вакцинации бессовестная лена миру обвиняет максим в хайпе вокруг своей болезни так беременна ли пэрис хилтон а таркушинашвили осудил новость о том что казанского стрелка поместят психиатрическую больницу богатая покровительница ухаживает за покалеченным сергеем соседовым и хабиб возглавил forbes успешных российских звезд все это в одном видео и специально для вас поэтому не скупитесь на лайки подписывайтесь на наш замечательный канал если вы еще не сделали этого а мы поехали итак актриса марина фидунки вышла замуж за иностранца моложе себя ее возлюбленного зовут стефано маджи он бизнесмен из италии и ему 37 лет этот брак станет для фидунки уже третьим по признанию актрисы первые две попытки устроить личную жизнь закончились разочарованием из-за чего она долгое время не хотела связывать себя серьезными отношениями и наконец-то она нашла свою вторую половинку с которой даже хочет и планирует обзавестись детьми она говорит что да почти в 50-летнем возрасте это уже трудно но было бы глупо отказываться от новых медицинских возможностей а если не получится и это то актриса супругом готовы усыновить ребенка для того чтобы семья была полноценная сын валерий попал грандиозный скандал арсений шульгин обманывал людей на миллионы рублей долгое время арсений в своих соц сетях рекламировал одну из компаний под названием candy smoke это экзотические при бабахе кальяном какие-то муштуки вроде бы как необычные и арсений преподносил это как франшизу кто не знает франшиза это в двух словах готовый бизнес под ключ он продавал этот бизнес за миллион рублей но в итоге оказалось что это стоит всего 100 тысяч а на 900 тысяч он просто поставлял товар муштуки candy smoke и в итоге оказалось что эта марка совсем не принадлежит ему а он выдавал ее как за лицензированный продукт многие велись на эту уловку уже более 55 заявлений в суд это означает что люди потеряли более 55 миллионов это только те кто обратился в полицию в правоохранительных органах говорят о том что эту сумму и заявление можно увеличить как минимум в три-четыре раза когда я слышу о таких суммах я не понимаю куда люди девают такие деньги тем более в таком возрасте и вот иосиф пригожин ставил как всегда свои пять копеек он так косвенно открестился от проделок балованного мальчика арсения шульгина потому что для валерии и пригожина это не первая вот такая вот грязная новость как оказалось ранее родители его невесты замешаны в крупных аферных скандалах и фигурируют одновременно в нескольких громких делах и громкий скандал в крыму сотрудников одного из медучреждений симферополя поймали на выдаче поддельных сертификатах о вакцинации спутником 5 полицейские выяснили что с марта по апрель медицинские работники этого учреждения выдали множество сертификатов людям которые вакцинацию вовсе и не проходили мы уже говорили о том что и россия и украина занимают лидирующие места вот таких вот грязных новостях после чего многие страны от нас просто закрываются друзья буквально на днях начала появляться информация о том что максим идет на поправку и вот бессовестная лена мира выпускает вот такое в своем блоге она пишет что-то мне это жутко напоминает не могу пока понять что именно то ли сериал какой-то бразильский то ли рекламу клиники самых современных технологий и самым современным оборудованием то ли раскрутку своего нового музыкального альбома представьте все это она говорит о максим звезды болеют страдают умирают но потом оказывается что и не умирают впрочем чего за зря строй догадки но не померла максим ну и хорошо пишет лена миру друзья я не знаю насколько вот и когда это произошло в головах вот этих блогеров но в погоне за хайпом даже я не знаю это погоня за хайпом или это просто бессовестное вот такое вот состояние сердца и ума когда ты пишешь такие вещи любой из нас и в том числе ты лена миру и твои родственники не дай бог конечно но могут оказаться в таком вот положении буквально позавчера на моем дополнительном канале дневник человека оставлю ссылочку на это видео кто не видел женщина не пускала детей инвалидов на детскую площадку и разгорелся просто грандиозный скандал наверное многие из вас это уже видели и слышали и многие пишут о том как она не боится вот эта женщина говорит такое о детях что вот они такие они пугают моих детей они не могут приходить на детскую площадку ведь это может произойти в любой семье и было бы приятно той женщине что ее бы детей выгоняли с площадки так вот такой же вопрос я задаю лене миру не дай бог что-то подобное случится или с тобой или с кем-то из твоей семьи тебе было бы приятно что а тебе пишут такие вещи что это напоминает какой-то бразильский сериал то ли она раскручивает какую-то там медицинскую кампанию то ли это пиар для выхода нового альбом как вообще можно было такое придумать и новости от пэрис хилтон вчера вечером портал page six сообщил о том что 40-летняя пэрис хилтон беременна после чего эта новость активно расширилась в сми несмотря на то что сама звезда факт своей беременности подтвердить не успела поклонники даже многие старые друзья пэрис сразу же начали обрывать телефоны звезды и поздравлять ее но сама пэрис хилтон сказала что она не приемлет такого сценария в своей жизни без замужества она сказала что она обязательно расскажет об этом сама но только после замужества поэтому слухи быстренько развеялись а таркушина швили осудил новость о том что казанского стрелка сейчас поместят психиатрическую больницу и он практически никак не будет нести наказание за содеянное по словам телеведущего отара кушина швили расстрелявший учеников и учителей казанской гимназии ильнас гильявиев будет есть по три раза в день как нормальный человек а то и более вместо того чтобы нести ответственность за свои действия больше я не буду читать потому что сам отар говорит что то что он высказывал ну как обычном конечно в своем репертуаре я думаю он не скупился на слова но у него есть свой youtube канал кто не знает я сам недавно набрел на него он громко сильно наверно громко разорялся на эту тему так громко что видео заблокировали эта тема вообще такая остро сейчас воспринимается ютубом и любые какие-то шаг влево в шаг вправо по поводу вот этого казанского стрелка youtube то ли закрывает монетизацию то ли вообще скрывает видео с канала вот так вот и оказалось сатарам кушина швили он высказал свое мнение свое недовольство о том что вот этот вот не люди будет сидеть практически в больнице и кушать три раза в день а людей которых он отправил на тот свет уже не вернуть покалеченного сергея соседова увозит богатая покровительница так называется статья сергей соседов пострадавший в своем номере отеля во время фестиваля славянский базар на который он не понятно каким образом все вы слышали да наверно эти новости то он сначала мы говорили о том что он жестко раскритиковал белорусскую власть после чего ему запретили въезд на славянский базар но уже через несколько дней сергей соседов забрал свои слова назад и его все-таки впустили на славянский базар где он разминался делал зарядку в своем номере в отеле и потянул сухожилие несчастье соседовым случилось когда он делал гимнастику простое упражнение привело к разрыву ахиллова сухожилия мою правую ногу упаковали в гипс на три четверти и теперь мне предстоит два месяца лежать и изредка вставать и ходить на костылях от которых у меня уже мозоли на ладонях чувствую себя слабо особенно по утрам и вечером иногда поднимается температура до 37 но делать нечего нужно смириться однако сергей соседов не остался в одиночестве и кто бы мог подумать кто пришел ему на помощь известная певица как пишут здесь известная певица алена кравец люди кто знает эту известную певицу я только ее знаю по каким-то сбросам скандалом и жестким разборкам в интернете я и вот честное слово не знаю ни одной и песни даже вот до того как я прочитал эту статью я даже не знал и не представлял что эта певица попадаются новости о том что это светская львица но это тоже так вот мягко говоря громко сказано но вот она именно она пришла на помощь сергею соседову надеюсь серёжа скоро станет на ноги и будет всех нас радовать своими новыми фееричными выступлениями заявила алена короче где-нибудь знаете это алена ну вот я как я понял по вот таким новостям что буквально несколько месяцев делать это алена где-нибудь только пахнет жареным можно куда-то прилипнуть потому что это подозреваю не все ее пускают в свои как бы даже разборки и скандалы но где можно только засветиться где можно прилипнуть типа что-то помочь но чтобы как-то ее имя появилось в прессе это алена готова на все даже прислать костыли и продукты в номер сергею соседов у печалька знаете вот смотреть на таких беспринципных девиц светских львиц как они сами себя называют лена миру и вот это вот алена кравец которые готовы на все чтобы их имя как-то но появлялась в прессе и forbes составил список самых успешных и знаменитых звезд россии и в него на первую строчку попал хабиб нур-магомедов по данным издания с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года доход нур-магомедова составил 12 миллионов долларов количество упоминаний спортсменов сми 103 тысячи раз вот это даже считается да когда сколько раз тебя за этот год упомянули в сми в инстаграме у него 850 тысяч почти миллион подписчиков на ю тубе 29 миллионов и итоговый балл в сумме заработком упоминанием в соцсетях и подписчиками балл 89 это первое место по россии на втором месте конечно же моргенштерн друзья это все новости на сегодня обязательно подписывайтесь на наш канал не забудьте поставить лайк этому видео и конечно же написать комментарий а с вами был канал гарри талисман тв я желаю всем только хороших новостей и хорошего настроения до новых встреч пока